Привет всем, кто заглянул ко мне на канал. Вкусная радость приветствует всех. Здравствуйте, я Светлана Портнягина. Друзья мои, сегодня глазунья. Помидор, косырок, 2 яйца, соль и буду попробую сделать на душистом масле нерафинированном. Ням-ням, может немножко еще сахара, хотя здесь сыр, может быть да. Приступаем к приготовлению сытной глазунь. Итак, друзья, приступаем. Нам нужно для начала порезать помидорку. Срезаем надрез и нарезаем так помидор, как вам нравится. Большими ломтями, маленькими, тремнотерки ха-ха-ха. Короче говоря, друзья, на любителя, кто как любит. Я люблю средние кусочки, чтобы это и чувствовалось и было видно. Сегодня мы будем готовить очень вкусную глазунью, сытную и красивую, душистую и ароматную. Итак, включаем сковородку. Наливаем в нее душистого масла. Я хочу попробовать канцерогены. Канцерогены всю жизнь в Савдепии жарили на таком масле, на душистом, никаком не гидроизирном, натуральном. Поэтому будем здесь не пережариться, потому что канцероген здесь не успеет появиться, потому что у нас не сгорит масло, понимаете. Канцероген появляется, когда сгорает масло, когда появляется немножко уголька. Поэтому здесь очень вкусная, очень пахучая у нас будет глазунья. Вот перчик еще поставлю. И я еще хочу взять кориан. Это у меня от того, что у меня увечья, не увечья, а травма. Это у меня куклу уже третий день, потому что я с трудом передвигаюсь. Короче, сейчас хочу вам сказать, что не будем мы нагревать сковородку, Ну, чуть-чуть. Еще взяла кориандр и перчик. Сейчас немножко нагреется. Ну, хотя бы чуть-чуть, не на холодное класть. Я не люблю на холодное, потому что холодное масло всегда очень впитывается в продукт, который на нем лежит. Поэтому желательно, чтобы масло было горяченькое. Или раскаленное, если это фритюр. Так, друзья, немножко нагрелась. Что-то тут вообще как-то не очень важно греется. Кладем помидор. Я уже потерла сырку чуть-чуть для пикантности. Можно класть столько, сколько вам нравится. Это никто никому не нуждает. Так, скажем. Хочу немножечко добавить сюда сахарку, потому что помидор кисленький. И придает это вот изжогу, может, кому. Ну, я это сделаю сейчас. Мы сейчас это нейтрализуем немножко сахаром. Чуть-чуть. И накрываем крышкой, чтобы у нас прогрелись и немножко размякли помидоры. Это обязательно, чтобы они не хрустили на зубах, потому что это будет... Ну, невкусно это в яичнице. Да, это так. Невкусно. Друзья, хочу вам предложить яйца разбить в стакан. Для чего? Для того, чтобы... Ну, если кто-то хочет целенькие, чтобы настоящее глазунь не получилось, то лучше разбивать его вот так вот в ладошки. И в стакан. Можно оба сразу, а можно в отдельные эти стаканчики, чтобы по отдельности потом будет. Можно сделать такую интересную штуку. На сковородке чем-то вот так отделить. Вот так вот. Можно перец положить болгарский, вот так отделить. Раздвинуть помидорки, ну, поджаренные уже помидорки, отделить перцем. Разбить здесь яйцо, здесь яйцо. Посыпать сыром, да, и получается две части у нас. Затем вот эти части по отдельности положить на куски хлеба. Или на тосты, или на куски просто хлеба, или на батон. Просто сверху вот так. Получить такие красивые бультиброды. Сейчас я этого делать уже не буду, но кто-то понимает. Может, когда-нибудь вспомню и сделаю. Ну, вот так, короче говоря. Вот разбили мы яйца. Вот так вот. Вот. Разбили яйца. Приготовили кориандр и перец. Можно еще зелень, если хотите. Я на данный момент не буду давать зелень. Ждем, пока у нас прогреются хорошенько помидорчики. Можно кому-то поджарить. Кто-то может поджарить, кто любит. Так, друзья, наконец-то что-то зашкварчало. Будем смотреть, что. Пахнет. Ну, что, значит, масло другое пахнет. Вообще, душисто пахнет. Вот, в самый раз такой вот классный. Вот. Теперь можно вот так вот разделить, как я вам сказала. Ну, короче, ладно, вы меня поняли, да? Теперь выливаем два яйки. Вот. Можно вот так оставить, а можно белочек размешать аккуратно, если вы хотите, чтобы желток остался. Белочек аккуратно размешать с яйцами. Короче, кому как нравится, понимаете? Никто никого ни к чему не принуждает. Я миллион раз это повторяю. Смотрите, как это красиво, да? Красненько. Сейчас нам нужно поперчить. Столько, сколько вы хотите, да? Посыпать кориандрику. Столько по помидорам буду кориандрик сыпать. Вот так вот. Кориандрик. И теперь насыпаем наш сыр, да? Я буду сыпать тоже вот так его, по помидорам. Вот. Кому нравится, сыпьте на желток. Ну, это на любителя, понимаете? Вот. Можете насыпать на желток, тогда у вас желточек полностью будет закрыт. Вот, закрыт крышкой. И он у вас такой будет спрятанный. Вот. Можно научиться по-хитрому готовить. Так вот, чтобы желток вроде побелел, но в то же время остался, ну, как бы внутри мягким. А это делается вот так. И немножко убавляется огонек. Вот. Если целиком крышкой, то желток быстро схватится и накроется весь белизной. Сейчас я давно так не готовила. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Немножко убавлю на пятерку. Хотя тут бессмысленно, да, все должно быстро готовиться. Ждемся. Так, друзья, вот что, пару минут прошло. Я буквально помыла доску и тарелку. Вот, видите, желток. Выключаем. Желток у нас мягкий остается. Вот он. Вот. Смотрите, какой красивый. Вот кому нравится вот такая стадия, убирайте сразу спрятанный. Кому не нравится, дожаримайте. У меня уже все. Можно убирать. Хопа. Итак, друзья, наша вкусная, сытная глазунья готова. Вот. Такая глазунья красивая. Два глазуя. Такая прическа классная. Классная. И такая красивая глазунья. Вот. Это вот хлебушек, который я пекла. Новый рецепт у меня. Из цельнозерновой муки. Пшеничной. Белой пшеничной. С клетчаткой. И с апельсиновым соком. Вообще. Потрясный хлеб получился. Вообще необыкновенный. Ммм. Ой, как душисто. Как это вкусно. Душисто. Друзья мои. Желаю всем кулинарного вдохновения. Радости бытия. Благодарных едоков. Ставьте лайки. Буду признать, что читайте. Слушайте мою сказку. Новая сказка у меня. Баба-ягодка опять. Желаю приятного досуга. Всего доброго. Любите жизнь. Она обязательно будет ходить с вами в обнимку. Пока-пока. Чао-ка-као. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова